Микс Ньюз. Радиоболтком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Присяжный адвокат Дмитрий Скачков у нас в студии. Добрый вечер. Добрый вечер, Радик. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Да, обычно вот в пятницу мы подводим итоги недели, говорим о самых интересных событиях. Правда, это событие, которое вызвало действительно большой резонанс, произошло не на этой неделе, а на прошлой, получается. 18-го числа. 18-го, так быстро время бежит, вот как раз 10 дней прошло, был приговор суда первой инстанции, Парижского, Пардауговского суда по делу Золи Туда. Резонанс был действительно очень большой, и мы пригласили нашего гостя, потому что он об этом деле знает не из заголовков новостей, а он защищал одного из подсудимых. Да, обвиняемого, Андреса Голбиса. Да, который был, кстати, оправдан. Да. И, в принципе, может быть, я такой вопрос сначала задам. Я понимаю, что для адвоката, который находится внутри процесса, всегда, может быть, тяжело взглянуть со стороны, но все-таки первая, ну претензия, не претензия, первый аргумент, который звучал, такой критика в адрес, может быть, суда, может быть, и следствия, что все это очень долго, потому что с момента этой страшной трагедии прошло больше, чем 6 лет. Это было ноябрь. 21 ноября 2013 года, да, на дворе февраль, да, 20-го года. Понятно, что это все относительно долго, недолго, но как вам кажется? Ну, во-первых, пользуясь случаем, я хочу выразить соболезнования всем потерпевшим. Может быть, кому-то покажется, что это несколько запоздало. Думаю, что нет, потому что эти раны на всю жизнь, и можно выражать соболезнования всегда. Делаю это сейчас вполне сознательно, и потому, что, а не в начале процесса, поскольку в начале процесса не хотел создавать впечатление, будто моему клиенту нужно выпрашивать милости снисхождения у потерпевших. Мой клиент, Андрис Гулбис, невиновен, суд это подтвердил в своем приговоре. И вы в этом были убеждены буквально? И я в этом был убежден, и пять лет говорил об этом, в том числе спасибо за возможность, я говорил и в этой студии об этом. Суд согласился в данном случае с доводами разума, и это очень приятно. На это потребовалось действительно пять лет. Я считаю, что суд сделал все, и защита сделала все для того, чтобы рассмотреть это дело в максимально короткие сроки. Но объем был колоссальный, беспорядок. То есть быстрее практически было невозможно? Довольно сложно. Но вот посмотрим на проблему следующим образом. Сейчас в Высшем Совете Юстиции, не в Высшем, просто в Совете Юстиции, образована рабочая группа в связи с, для решения этой проблемы, длительностью процесса. Потому что некоторые идут годами, да. Да. От Совета присяжных адвокатов я в эту рабочую группу делегирован, обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы обратиться к этой проблеме серьезно. Но вместе с тем есть абсолютно объективные вещи. Вот если потерпевших, которые вызваны в суд для дачи показаний, столько, сколько их есть, значит их надо допросить. Столько, сколько их есть. Если бы стороны все, включая прокуратуру, посчитали возможным их не допрашивать, и если бы закон давал возможность этого не делать, полагаю, процесс можно было бы сократить. Но сегодня такого регулирования нет. Возможно, об этом стоит подумать. Ну вот представьте себе, в данном конкретном случае у кого-нибудь были сомнения, что у людей есть моральные страдания? Нет. У кого-нибудь были сомнения, что здание обрушилось? Тоже нет. Поэтому допускаю, что можно было бы при наличии соответствующего регулирования в законе сократить процесс вот за счет проверки этих доказательств. Такого регулирования сегодня нет, об этом стоит подумать. Ну и есть вещи, опять же, которые тоже от защиты не зависели. Это, на мой взгляд, нечеткая, неправильная работа обвинения. То есть вы склоняетесь к тому, к чему пришел и суд? Абсолютно. Я с этим полностью согласен. Вся защита говорила об этом и говорила не просто так, прокурор плохой, а аргументированно. Я думаю, мы эти аргументы все прочитаем очень скоро в полном тексте частного определения суда. Вот такой вопрос, который я не могу вам не задать. Понимаете, возможно, у многих создалось такое ощущение, что вот кого-то не признали виновным. Я понимаю, что только суд первой инстанции, но тем не менее, кого-то не признали виновным. Я не имею в виду именно вашего клиента. Вообще там из девяти человек кого-то не признали виновным, потому что какие-то были процессуальные нюансы. То есть, в принципе, он виноват, ну так условно говоря, но прокуратура сработала таким, ну не знаю, топорным образом, что суд ничего не мог сделать, понимая, что вот человек тоже виноват. Или вы такие аргументы отметаете? Я отвечу на ваш вопрос следующим образом. Если есть в стране люди, которые думают об этом деле в таком ключе, а не ограничиваются одними лишь эмоциями, то это уже здорово. Еще один вопрос. Я понимаю, что это может быть тоже надо адресовать суду, но тем не менее, вот есть эмоциональный аспект, вы об этом сказали в самом начале. Его не может не быть. Конечно. Все это по-человечески понятно. И когда мы читаем комментарии людей, которые, может быть, не юристы, и они имеют право на свое мнение, они говорят, ну понимаете, 54 человека погибло. Но это вообще действительно в истории, новейшей истории Латвии самая крупная такая катастрофа. Сколько людей там пострадало, у них физические мучения, моральные, очень тяжело им. И выясняется, что по решению суда первой инстанции, что на самом деле во всем виноват господин Сергец, это инженер-строитель. Он там что-то, я опять-таки утрирую, он там что-то неправильно рассчитал. Это, в принципе, то, что у обывателя, глядя на эти сюжеты, они же не присутствовали, взяли сюда все эти многие месяцы, создалось такое ощущение вопиющей несправедливости. Люди не могут понять, почему это произошло. Не знаю, прокуратура недоработала, суд оказался, я не знаю, мягкотелым, адвокаты суперпрофессионалы. Ну, к примеру, не знаю, законодательство было на тот период такое несовершенное, что все они, не знаю, проскочили через игольное ушко, или называйте как хотите. И вообще, виноват только вот инженер-строитель, он как-то уж совсем по-глупому поступил, его сразу изобличили, а остальные были очень хитрые и умные. Знаете что, вот этот вопрос комплексный, ответ на него можно дать только комплексный. Прежде всего, когда люди говорят, как может быть такое, что виноват лишь один человек, ну, во-первых, приговор даже в части об осуждении господина Сергеца в силу не вступил. Да, кстати, его счастье тоже, да. И я воздержусь комментировать вопрос виновности господина Сергеца. Но если руководствоваться вот тем, что люди говорят, как может быть осужден только один человек, хочется ответить на этот вопрос вопросом, а сколько вам надо? Вот нельзя мерить человеческие судьбы килограммами, километрами, количеством. Что, допустим, один осужденный – это плохо, девять – хорошо, пятнадцать – вообще здорово. Это в корне неправильный подход. Отвечать должны люди виновные, а невиновные люди отвечать не должны. Более того, обращая внимание всех, кто нас сейчас слушает, суд вынес частное определение, в котором обсуждается вопрос виновности сотрудников компании Веком Индустрии. Значит, речь не идет о каком-то одном человеке. Уже, да. И поэтому как-то вот этот вот момент, к сожалению, был очень быстро заболтан в процессе обсуждения этого дела. Хотя это вообще редкий случай для суда, да? Совершенно верно. Что они помогают фактически прокуратуре, говорят, так вот же, вот же. Абсолютно верно. Что касается прокуратуры, я, с одной стороны, перед этим эфиром думал, ну какие мне подобрать такие выражения, чтобы не ронять статус. Но, честно, прокуратуре стоило бы подумать о том, что не надо писать в обвинении туфту и пытаться эту туфту навязать суду в качестве истины в последней инстанции, а уж тем более обществу. Если прокуроры считают, что они борются за правду, ну, значит, это надо делать профессионально и правильно, а не вставать в позу обиженной восьмиклассницы, которые не дали конфетку, а должны были. То есть, надо вообще проанализировать свою работу, да? Конечно. Прежде всего, это относится абсолютно к любому человеку в суде. Ты не можешь изменить этих людей, не можешь изменить участников процесса и суд. Ты должен думать о том, что ты можешь сделать на своем месте для того, чтобы исход был таким, какого ты хочешь добиться. Не хочу вас, может быть, толкать, не знаю, в политическую сторону. Все-таки вы адвокат, не политик, но тем не менее. Право – это концентрированная политика в каком-то смысле. Да, ну, поэтому спрошу. Вот и у нас здесь в студии один из пострадавших, у него сын погиб, Именс Борис, говорил о том, что он бы хотел, и не только он, чтобы на скамье подсудимых там сидели и те лица, да, ну, в тот период, которые были в правительстве, которые и сократили там под видом экономии средств вот это Государственное бюро по контролю за строительством, сейчас она, кстати, восстановлена, и смягчили закон таким образом, что вообще, так сказать, преступление в строительстве уже было приравнено почти, ну, я утрирую, но общий смысл к хулиганству, и целый ряд других было пробелов в законодательстве, да, которое тоже не способствовало вообще как-то повышению ответственности и качества строительства. Что вы по этому поводу можете сказать? Вот просто даже как человек, не как адвокат, может быть. Я скажу так, в общем-то, господин Бурвис, все то время, что я наблюдаю за ним, благодаря СМИ, говорит в основном правильные вещи, но всегда неконкретные. Поэтому, в принципе, я с ним согласен, а в частностях, наверное, нужно смотреть на эти вещи более внимательно и четко. Что, на мой взгляд, способствовало произошедшей трагедии? Вот мой подзащитный обвинялся в том, что его заключение экспертом, так сказать, послужило основанием для принятия в строительное управление и реализации неправильного проекта. Это не соответствует действительности. Он рассматривал совершенно другую версию проекта, не ту, которая была в конечном счете реализована. И не мог знать о том, как дальше это... Абсолютно верно. Он в конце 2009 года посмотрел принципиальные решения данного проекта, геометрически, как выглядеть будет эта ферма. После чего прошел процесс согласования этого проекта, и проект менялся. Вообще без согласования уже с ним. Ну, естественно. А дело в том, что регулирование и не предусматривало на тот момент повторную экспертизу. И форма экспертизы в тот момент, когда она проводилась, тоже не была четко прописана в нормативных актах. Вот это, в принципе, можно было сделать до трагедии в Золе Туда. Да, это, конечно, потребовало бы определенной работы со стороны государственных учреждений, но мне не кажется, что это создало бы какую-то большую административную нагрузку. И за это должны отвечать те люди, которые действительно тогда были в правительстве, в том числе премьер-министр господин Домбровский. Да. Вот я такой задал вопрос, может быть, глупый. Ведь все, что вы сейчас сказали, прозвучало, наверное, не только в суде, но и на предварительном допросе, когда вело следствие. Наверное, вот ваш подзащитный адрес Гупис, наверное, всю эту историю предоставил. И, наверное, можно было проверить, он говорит правду или нет. Да, и не только он один. Дело вот в чем. Тут тема интересная. Очень часто люди, которые присутствовали в зале суда, как журналисты, так и потерпевшие, так и просто зрители, упрекали обвиняемых в том, что они читают с листа. Но начнем с того, что информация, которую они пытались донести до суда и до всех остальных людей, кто хотел их слышать, она довольно сложная. Там много цифр, там много ссылок на нормативные акты. Это самый адекватный способ донести эту информацию. Написать, прочитать, повторить. И это все они, ну или не все, но часть значительная, делали и в течение всего предварительного досудебного процесса. Андрес Гулбис дважды давал показания. Делал это письменно. А можно было доказать правдивость его слов в рамках расследования до суда? Да, разумеется. В принципе, значительная часть доказательств, которые использовала защита, это были доказательства, собранные на следствии. И если на эти доказательства прокуратура посмотрела бы трезво, то на одного обвиняемого в этом процессе в суде было бы меньше. То есть нет состава преступления? Естественно. И время было бы сэкономлено. Это возвращаясь к вашему сегодняшнему первому вопросу. И, как я уже сказал ранее, не только господин Гулбис, другие обвиняемые тоже давали подробные, собственноручные, письменные показания. Например, прораб господин Кумпинч, он очень подробно все тоже описал, что касается его части. То есть суд, по большому счету, если это суд справедливый, иначе и не мог бы в этой ситуации поступить? Я полагаю, что да. Но важно еще иметь в виду, что, в принципе, вся информация у прокуратуры была. Это вопрос юридической добросовестности и воли, смелости профессиональной. Увидеть то, что в доказательствах, в принципе, есть. Или вот так закрыть глаза и делать вид, что нет того, что обвиняемые сказали, ссылаясь на материалы делами. Да, ну понятно, что непонятно. Я так понимаю, прокуратура, по крайней мере, обещает подать апелляцию. Может быть, такой вопрос чисто юридический. Они могут, имеют право обжаловать все решение суда или согласиться, ну, к примеру, что кто-то действительно невиновен, и дальше уже в этой части. Они имеют право согласиться с выводами суда и полностью, и частично. А, вот это я хотел уточнить. Что здесь важно заметить. Вот вы правильно сказали, прокуратура собирается. На самом деле, согласно закону о прокуратуре, прокурор независим. И обжаловать в порядке апелляции, протестовать, точнее говоря, приговор суда первой инстанции могут прокуроры, которые поддерживали обвинения, или вышестоящий прокурор. То есть, старший прокурор, окружной прокуратур. Не после того, кто рядом в прокуратуре, в соседнем кабинете. Вот, вы правильно улавливаете суда. Между тем, мы в течение всего этого времени после приговора слышали высказывания должностных лиц прокуратуры. Например, господина Остапка, это старший прокурор одного из департаментов генеральной прокуратуры, о том, что приговор обязательно будет обжалован. Мне хотелось бы понять, а на каком основании и по какому праву прокурор Остапка вмешивается в работу своих коллег, которые по закону являются независимыми. То есть, он не имеет права этого делать, да? Ну, во-первых, да, прокуроры независимые. Вместо прокуроров, которые поддерживали обвинения по делу, апелляционный протест может подать только вышестоящий прокурор. А остальные не должны давить на независимых прокуроров, на своих коллег. Ну, я в этом не могу усмотреть ничего другого, кроме неприкрытого карьеризма и попытки набрать себе какие-то очки за счет громких заявлений, связанных с этим процессом. Ну, может быть, в свете грядущих выборов генпрокурора. Вполне возможно. Об этом тоже чуть-чуть поговорим после короткой паузы на рекламу, не переключайтесь. Еще раз добрый день, присяжный адвокат Дмитрий Скачков у нас в студии. Много интересных событий происходит как раз в вашей сфере, в сфере судебной власти. Вот один из процессов, такой политический, это выборы генерального прокурора. Я так понимаю, что полномочия господина Калмейерса заканчиваются в начале лета. И уже понятно, что сейчас политические силы думают о преемнике. Какие поправки подготовлены с подачей министра юстиции господина Борденса, который несколько меняет процесс выдвижения генерального прокурора? Что вы по всему этому поводу думаете? К сожалению, в Латвии генеральный прокурор в какой-то степени все это время, все эти 30 лет оставался фигурой полуполитической. И нынешние поправки, мне кажется, никоим образом не способствуют тому, чтобы у нас прокуратура полностью перешла в правовой режим, свойственный демократическому обществу. Если говорить о, может быть, гвозде этих поправок, о том, что для кандидата на должность генерального прокурора обязателен допуск к государственной тайне, а допуск у нас дает, как известно, САБ, САТОРСМИСАЙСАРДИБИСБИРОЙС, то в целом и в общем суть этих поправок сводится к тому, что генеральным прокурором будет тот, кого признают достойным спецслужбы. Ну вот так, если совсем тривиализировать это, упростить, то вот так вот. Как это было с президентом и с другими должностными лицами? Там и тоже требуется допуск высшей категории. Да, у нас с этим все непросто в стране. Да. Вот еще с этим, я имею в виду, с активностью господина Борденса связана, и вот попытка, а это, кстати, уже попытка сейчас, этот законопроект, соответствующий, уже передан всем, сейчас в первом чтении поддержан, сейчас рассматривается во втором чтении, о создании отдельных экономических судов. Вот вы вообще представляете, что это такое и как это все строится? К сожалению, представляю. Усили бы не хотелось бы, да? Нет, ну если так вот чуть-чуть серьезно и чуть-чуть несерьезно, в отличие от многих коллег, у которых на господина Борденса аллергическая реакция, я стараюсь к нему относиться объективно. И когда его большая энергия и упорство направлено на мирные цели, то результаты бывают очень даже хорошие. То есть, например, благодаря господину Борденсу сдвинулись с мертвой точки поправки к закону об адвокатуре. Я ему лично за это признателен очень. Что касается некоторых других инициатив, в частности экономических судов, я думаю, что создание любых специальных судов всегда чревато опасностью ограничения прав человека. Вот специальный суд, это затем может вылиться в специальный процесс. То есть, на самом деле, к этому надо относиться очень серьезно, да? Это не просто, как пытается нам представить, но это попытка ускорить судопроизводство и так далее. В принципе, любой вопрос об ускорении судопроизводства, он упирается в вопрос ресурсов. А ресурсов в государстве... Они в названии, да. Да. Там их ровно столько, сколько есть. И если их перераспределить между судами общей юрисдикции и специальными судами, это еще само по себе ничего не решает. Но вот у нас, если говорить о специальных судах, у нас отдельный, в отдельную ветвь выделена административная юстиция. Вроде бы, наконец, наладилась, неплохо работает. Если говорить о скорости, качество там разное бывает. Ну, специальные коммерческие суды Латвия за 30 лет не создала пока что. И это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что это в смысле ресурсов будет непросто сделать. И всякие заявленные цели вроде ускорения судопроизводства здесь не сработают, не будут достигнуты. А есть вообще опасность какого-то, ну, не знаю, если такое слово можно употребить, произвола? Ведь, в конце концов, насколько я понимаю, это не отменяет ни законом об уголовном процессе, ни уголовный закон. Ну, хорошо, будет экономические суды. Может быть, там эти судьи будут более специализированы. Не знаю, откуда они, конечно, возьмутся. Ну, может быть, со временем их подготовят, которые будут практиковаться, так можно сказать, именно на всяких экономических и финансовых преступлениях. Но, тем не менее, вот в таких изолированных судах есть какая-то большая опасность какого-то, не знаю, произвола, беззакония, нарушения прав человека? Знаете, это может обострить уже существующие в рамках нашей судебной системы тенденции. К сожалению, так называемая борьба с отмыванием, она уже привела к тому, что зачастую выносимые следственными судьями решения достойны большой критики, очень серьезной. И не исключено, что когда некоторые из этих процессов дойдут до суда и будут рассматриваться по существу, разбираться по существу, то и в этом случае мы столкнемся с неправосудными решениями или хотя бы с теми решениями, которые не вызывают, не будут способствовать доверию общества к суду. Кстати, ну, вы, наверное, знаете статистику, у нас большинство населения судам не доверяет, 56%. К сожалению, да. Вот вынужден все-таки вас свернуть к этой трагедии в золи, тут наши радиослушатели активно тоже комментируют в WhatsApp. Могу представить. Да, но вот один радиослушатель, понимая, что все-таки вы адвокат, не сторона обвинения, все это понятно, тем не менее, не называя ни фамилии, ни должностей, вот чтобы у людей не создалось такое ощущение, что вы вообще пришли к выводу, что в этой трагедии виновных нет, да, и произошла, не знаю, какая-то цепь невероятных несчастных случаев, которая и привела к обрушению крыши и гибелью людей. Я могу повторить всем слушателям ровно то, что сказал в зале суда. Эту металлическую конструкцию спроектировал, спроектировала и произвела компания Веком Индустрии. И нужно ставить вопрос об их ответственности, как физических лиц, так и юридического лица. Потому что с этого все началось, да, вот с самой этой конструкции. Вернее, этим закончилось. Это была завершающая стадия разработки проекта, но кто, как это было в пьесе Бернарда Шоу, кто шляпку спёр, тот и тётку пришил. Вот кто металлическую конструкцию начертил и сделал, с того в первую очередь и надо спрашивать. Вот что я могу ответить радиослушателям, повторив ровно то, что я сказал в зале суда другими словами. То есть Бернарда Шоу. Ещё, если мы говорим о резонансных вот таких новостях, это, конечно, история с гражданкой Миссане, гражданкой Латвии, которая оказалась в Дании в тюрьме, поскольку её разыскивали по линии Интерпола. Я думаю, наши радиослушатели прекрасно помнят эту историю. На днях, насколько я понимаю, она всё-таки будет депортирована в Латвию. Может быть, несколько таких аспектов, если вы могли бы обозначить, я не знаю, гражданскую вашу позицию. А вот интересно, наши слушатели помнят дело Человского? Это да. Я, по крайней мере, помню очень хорошо. И Человский у нас был тут в студии, и его адвокат господин Варпинч, и всю эту историю с выдачей его в Соединённые Штаты и так далее. Об этом нужно, конечно, напомнить и связать. Но для начала, я считаю, что вообще-то то, что произошло в деле Миссана, и то, что только в последний момент её не позволили выдать Южной Африке, Это полный позор нашего государства и полный позор тех чиновников и их лоббистов в Сейме, которые это допустили. И вместе с тем, как всегда в таких ситуациях, показали себя с лучшей стороны и другие люди. Показала себя с отличной стороны депутат Сейма Юлия Степаненко, которая боролась за судьбу Миссаны. Показала себя как настоящего борца и профессионального юриста госпожа Ирена Куцина из канцелярии президента. Президент, который часто вызывает нарекания, тоже в данном случае повёл себя достойно. А теперь о деле Человского. Его многие подзабыли. Между тем, гражданин Латвии, так называемый хакер, который обвинялся в кибермошенничестве, если не ошибаюсь, и о выдаче которого в Соединённые Штаты тогда решался вопрос несколько лет назад. Что мы слышали по этому поводу в интернет-среде и вообще вокруг? Особенно, к сожалению, со стороны латышей. Зачем нам этот русский, зачем нам этот Урла? Выдадим его поскорее американцам, он такой, он сякой. Вот сейчас это всё возвращается обратно. Теперь уже не Человский. Да, теперь уже другая фамилия, другие обстоятельства, другая национальность, но тоже гражданка Латвии. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что и по поводу Кристины Миссан и подобные грязные языки позволили себе высказывать… С другой стороны уже. Нет, 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 вот тоже, что интересно. Позвольте себе высказать мнение, что она недостойна того, чтобы Латвия за неё боролась. Потому что она вообще куда-то уехала. Да, потому что уехала, забыла родину. Граждане страны имеют право на её защиту. Это право у них, для них гарантировано Конституцией. Статья 98 Конституции Латвии гласит, что граждане Латвии не выдаются другим странам за исключением случаев, предусмотренных международными договорами и только при условии, что не будут нарушены их основные права. Поэтому я считаю, что если наше государство требует от граждан и неграждан лояльности, оно должно защищать своих граждан, а не сдавать при первой же возможности иностранному государству. Опять же, здесь нельзя не упомянуть двойные стандарты. Потому что когда речь шла о Человском, кстати, в тот момент тоже господин Борденс был министром юстиции, то его выдавать Америке собирались ну прям со свистом и бегом. А с госпожой Миссаной, ну, получилось немного по-другому. То есть все говорили о том, какие ужасные тюрьмы в Южной Африке, а то, что человека можно в Америке посадить на 68 лет, поэт по такому обвинению, это мало кого беспокоило. На 68 лет? Да. Ну, там, к счастью, для Человского все кончилось довольно по-вегетариански, но в принципе такая возможность была. Так вот, закон для всех один, и граждан Латвии, государство обязано защищать всех, независимо от национальности. Это такой главный урок или главный вывод, да? Да, и еще один вывод, я его уже огласил. Если государство без конца, к случаю и не к случаю, к месту и не к месту, говорит о лояльности и требует от нас всех лояльности, то в ответ мы имеем право рассчитывать на то, что это государство за нас заступится. А вот все-таки, если мы говорим об этой всей истории Миссоне, с госпожей Миссоне, это что было? Ведь фактически, действительно, как мы констатировали, ее спасли буквально за несколько часов до того момента, как ее должны были посадить в самолет, уже прибыл соответствующий сопровождающий и отвезти в ЮАР. Это все-таки была цепочка или, не знаю, равнодушия, непрофессионализма или действительно власти пришли к выводу, а сама виновата, мы чего можем сделать? Я считаю, что это, скажем так, часть культуры нашей страны. У нас бюрократия очень такая вальяжная и распущенная. Они, на самом деле, ничего не боятся многие. И, ну, пришел запрос, есть какая-то там где-то гражданка Латвии, да бог с ней, что с ней будет, то и будет. Это действительно равнодушие к судьбе человека. Наверное, это будет самое точное слово. Да, возвращаясь все-таки к той же такой тревожной тенденции, которую Вы упомянули, и мы об этом тоже говорили неоднократно и в наших передачах, это связанное с так называемой, зачастую, борьбой с отмыванием средств, полученных преступным путем, потому что иногда создается такое ощущение, что это такая, знаете, компанищина, что на всякий случай деньги, они уже зло по определению. Товарищ Сталин, год великого перелома. Примерно так, да. Что деньги вообще зло по определению. А если мы это зло заморозим, оно ведь не наше зло, правильно, оно же кому-то деньги принадлежит, и попросим принести справку о наличии справки, и человек не принесет, ну, заодно и государство и заработает. Я опять-таки, может быть, чуть-чуть утрирую, но создается такое ощущение, что вот это вот, наверное, неотъемлемое принцип любого правого государства, того государства, который считает себя правым, демократическим, презумпция невиновности, уже у нас не действует. Он серьезно размыт. Видите, в чем дело? Я вот попробую, не сыпя щедро юридическими терминами, попытаться над некоторыми «и» поставить точки. В принципе, бороться с отмыванием нужно. Но при всем этом следует помнить несколько аспектов. Аспект первый. Второе. Естественно, что предприниматели из этой страны хотят деньги увезти в другую юрисдикцию. Ничего преступного это автоматически не означает. Обычный мир предоставленности. Да. Поэтому, в общем-то, стоило бы обратить на это внимание и обходиться без перегибов. Третье. Тот принцип, который сейчас действует в борьбе с отмываниями, он условно называется «stand alone». То есть отмывание поставлено отдельно. Для того, чтобы бороться с ним, необязательно установить наличие преступления, с помощью которого были преступным способом приобретены эти средства. Но этот принцип, как он исходно задумывался, должен относиться к людям, у которых в принципе-то других доходов, кроме преступных, быть не может. Ну, возьмем условного какого-нибудь вора в законе. Да. Допустим, вот есть некий условный вор законе «Х», у которого 15 домов, банковские счета, и никогда он не жил на зарплату. Естественно, принцип «stand alone» здесь хорошо может работать. Потому что, ну, вроде бы человек нигде не пойман, вроде бы никаких преступлений не совершал. Откуда деньги? Ну, откуда деньги, совершенно непонятно. Вот на эти случаи этот принцип распространить можно и нужно. Соответственно, его нужно применять достаточно узко. А у нас он применяется очень широко. Фактически, вот увидели мы человека с деньгами, нам кажется, что он из подозрительной страны, или он сам по себе странный, или мы не верим в его документы. Лицо какое-то. Да, или похож на террориста, борода у него не такая. Вот мы сразу заставим его доказывать, что у него деньги чистые. Это абсолютный абсурд. Это какая-то реальность из рассказов Франца Кавки. И толковать таким образом, в принципе, правильно задуманные вещи, это значит вредить не только стране, но и вредить той цели, ради которой, собственно, и изданы все директивы Европейского Союза о борьбе с отмыванием. Ну, премьер Каренш сказал, что мы эту планку жесткости снижать не будем. У меня только тогда возникает такой вопрос. Наверное, это, конечно, не к вам, а к власти мучим. А кто будет в этой ситуации инвестировать в эту страну? Вот если у тебя инвестиции вообще не защищены, ну, так, если ты уже подозрения, может быть, деньги не отбил, может быть, даже их вернут через два года. Да, но дело-то будет, был бы человек, тогда и статья найдется. А их это не очень волнует, во-первых, а во-вторых, сейчас появилась интересная тенденция, в принципе, с помощью проверки происхождения денег, задержать деньги в стране тоже можно, как показывает практика. Вот, очевидно, расчет делается на это. Может быть, такой последний вопрос, который я хотел вам задать, ну, политический, неполитический, наверное, такой реалистический вопрос. Ну, вот, как мы знаем, правительство, благодаря господину Борденсу, взяла курс на бескомпромиссную законность, как мы знаем. Вот, за этот последний год, правительство недавно годовщину свою первую отметило, вообще законности в стране, я уже не знаю, как это бескомпромиссности, но законности вообще в стране стало больше? Или вы видите, как адвокат, что у вас все меньше и меньше таких правовых инструментов для реальной защиты своих клиентов? Я бы сказал так, действительно, есть отрицательные тенденции. Ну, например, вот сейчас буквально в Сейме обсуждалась поправка к уголовному процессу, которая вменяет в обязанность лицу, имеющему право на защиту, говорить правду. Что такое правда, это вопрос интерпретации. Поэтому любого человека, который говорит не то, что угодно слышит следователю, прокурору и суду, можно будет по этой норме подвергнуть давлению, ответственности, другим отрицательным правовым последствиям. Это яркая иллюстрация того, что, к сожалению, происходит у нас в стране. Я считаю, что сам по себе принцип бескомпромиссного права, бескомпромиссной законности – это принцип обоснованный, но тогда он должен распространяться не только на одну какую-то сферу. Неизбирательный. Поэтому он должен быть не только императивом, требованием государства к гражданам, но и требованием граждан по отношению к государству, которое также должно действовать неукоснительно законно. Это в первую очередь относится к правоохранительным учреждениям. Ну что ж, на это будем уповать. И последняя, может быть, такая ремарочка к тому, что вы говорили по поводу генерального прокурора. А есть ли опасность, что в результате генерального прокурора, вот вы сказали, что у нас как-то это так сложилось, что это была такая полуполитическая фигура, да? Есть ли опасность, что это вообще просто станет политической фигурой, как министр, как премьер? Ну, просто будет одна из тоже политик в мундире генерального прокурора. Или все-таки эти изменения, которые были предложены в законное, не говорят об этом? Меня ничего не удивит в данном случае, никакой поворот событий. Ну, чтобы избежать каких-то предположений, я думаю, надо подождать и посмотреть. Ну, тем более, что ждать осталось недолго, весной уже все решится. Исажный адвокат Дмитрий Искачков у нас был в студии, и большое спасибо. Спасибо вам.